что такое telegram telegram это бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств сейчас по другими устройствами можно сказать для всех устройств дело в том что telegram теперь работает на любых операционных системах и на любых телефонах планшетах и компьютерах плюс появилась возможность если вы хотите так то можно даже использовать веб-версию прямо вашем браузере telegram позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и медийными файлами различных форматов это могут быть картинки фотографии тексты и голосовые сообщения да да голосовые сообщения вы можете что-то надиктовать отправить и вам в ответ придет голосовое сообщение сейчас появилась новая функция которая заменит skype которая заменит вайбер это звонки голосовые звонки причем бесплатные е telegram это закрытый мессенджер работающих на массе на мощностях нескольких компаний америки германии и финансируемых павлом дуровом павел тратит каждый месяц на данный момент около миллиона долларов на то чтобы мы могли пользоваться данным мессенджером бесплатно до бесплатно на данный момент это самый защищенный мессенджер конкретно для закрытых чатов там есть возможность удалить все сообщения которые вы создали именно в закрытом чате вот так же так же плюс данного мессенджера что сейчас в нем нет абсолютно никакой навязчивой рекламы и все ваши общения все ваши чаты хранятся в облачном компьютере в облачном сервисе занять они не хранятся у вас на компьютере и и всегда можно в любой момент удалить плюс они шифруются павел даже в тринадцатом и четырнадцатом году проводили специальную акцию и платили очень серьезные деньги а программистам которые смогут взломать и расшифровать их не сообщения но к сожалению так и никто не смог этого сделать до конца поэтому обещанное возграждение в полном объеме так и не было никому выплачено а как же собственно создавался проект проект создан павлом дуровым основателем социальной сети вконтакте и в интервью new york times павел рассказал что первоначальная идея приложение пришла ему еще в 2011 году когда в его двери приходили спецназовцы когда последний все-таки ушел дуров сразу же написал своему брату николая тогда же он понял что у него нет безопасного способа общения с братом вот и сервис сервис именно построен на таком вот шифрование вот на данный момент на данный момент сейчас уже на февраль 2016 года более 100 миллионов человек пользовались данным сервисом во всем мире количество ежедневно пересылаем их сообщений в 2015 году достигло уже 10 миллиардов 10 миллиардов сообщений в сутки сейчас на дворе уже семнадцатый год сейчас идет расцвет и сейчас мессенджером telegram начинают пользоваться масштабные большие компании они признали этот мессенджер как альтернативу skype закрытым сообществом как альтернативу вайберу и так альтернативу социальным сетям дело в том что здесь отклик на данный момент составляют 60 80 процентов нет такого источника сейчас трафика где можно отправить быстро сообщение в какой-нибудь канал или в какое-нибудь сообщество и получить моментально моментальный отклик до 60 до 70 процентов дело в том что именно социальные сети люди рассматривают сидя рано утром или поздно вечером в туалете и лайкают и закрывают а вот мессенджеры мессенджеры они держат на связи целый день и целый день в кармане они следят за новостями и за новостями своих друзей и общаются то а дело в том что телефонные компании проиграли в битве за sms и теперь телефонные компании борются только за продажу интернет-трафика у кого он дешевле у кого он вкуснее у кого его больше а мы же с вами держим в карманах наши телефоны на связи с помощью как раз мобильного интернета и вместо sms отправляем различные как раз вот уведомления с помощью мессенджеров это проще это легче и это удобнее до sms там коротенький у них ограниченное количество символов и там очень трудно что-либо рассказать и приложить какую-нибудь красивую картинку кстати мессенджер telegram добавил свой функционал абсолютно бесплатные картинки которые можно предлагать к своим сообщениям так называемые стикеры напомню вам что например в айбере стикеры платные а бесплатные ну не самые качественные не самые красивые в телеграме стикеры бесплатные абсолютно бесплатные вот сап заметил в телеграме на данный момент конкурента и были даже предложение от гугла купить данный мессенджер но павел отказался в этом году уже анонсированы были телефонные звонки и можно с помощью мессенджеров звонить и общаться со своими друзьями даже на самом плохом интернет соединения как заявляют программисты плюсом плюсом и наверное еще одной победой это будет возможность оплаты с помощью телеграма внутри телеграма различных товаров или услуг вот именно это будет внедрено в этом году и не только эти нововведения привлекают сюда пользователей совсем недавно буквально пару недель назад может быть даже неделю назад сама госдума российской федерации завела себе телеграм-канал неужели это не является доказательством признания данного источника донесения информации как важным на мой взгляд телеграм заменит социальные сети заменит другие мессенджеры и сейчас самое время начинать здесь создавать свои каналы создавать закрытые чат и заставать за общество если у вас есть свой бизнес то для общения внутри вашего бизнеса со своими партнерами друзьями и коллегами сейчас я рекомендую использовать вам не skype нет не skype используйте для этого телеграм телеграм лучше телеграм интереснее и самое интересное то что можно еще расширить функционал телеграма с помощью ботов так называемые роботы телеграмы сделают за вас всю рутинную работу многие компании фирмы специально пишут для себя ботов для обратной связи для службы поддержки на стандартные вопросы телеграм уже присылает вам готовые ответы можно создать и запрограммировать абсолютно любого бота до который будет за вас выполнять какие-то программы какие-то действия по специальным командным строчкам либо по специальным запросам все это уже работает все это уже привлекает людей я приглашаю вас присоединиться и установить себе данный мессенджер и начинать им пользоваться более подробно как что скачать и настроить смотрите в моих следующих видео благодарю вас за внимание с вами был александр новиков на дворе 2017 год и я верю и знаю что в 2018 году сообщество пользователей телеграм будет как минимум 10 процентов пользователей на земле а это большое большое сообщество поверьте это это Продолжение следует...